В такой теплой и радостной атмосфере стартовал седьмой региональный этап всероссийских игр победителей. Этот проект посвящен онкобольным детям, тем, кто сумел преодолеть это тяжелое испытание. 260 участников в компании братьев и сестер, родителей и друзей приняли участие в спортивных соревнованиях и творческих мастер-классах. Мы относимся к играм победителей как к празднику, как к победе жизни над смертью. Это на самом деле так и есть. И в этом году у игр победителей, скажем так, стал выше статус. Дети, которые займут первые, вторые, третьи места, они получат медали от Министерства спорта Челябинской области. Из восьми дисциплин, плавания, легкой атлетики, стрельбы, шахмат и других видов спорта, участники игр смогли выбрать те направления, в которых они чувствуют себя наиболее уверенно. Я решил, что буду участвовать в спортивной ходьбе и в шашках. К спортивной ходьбе я готовился, выходил с мамой на улицу и мы ходили. А с шашками я играл с дедом. Я участвую в стрельбе. Я требую на футболе и на беге. Сегодня я сдаю ГТО, участвую в стрельбе и в теннисе. Сейчас я готовлюсь, конечно, достаточно переживаю, но надеюсь, что-то выйдет и получится. Седьмые игры победителей объединили и бывших подопечных фонда помощи онкобольным детям «Искорка», которые сегодня присутствуют и в качестве гостей, и в качестве волонтеров этого проекта. В детстве я сам переболел онкологическим заболеванием, и «Искорка» помогала мне восстанавливаться, и в свое время тоже пригласила меня участвовать на эти игры. И через некоторое время, после того, как я сам участвовал, я уже перестал участвовать и решил, что пора помогать. Очень много людей писало, дети родителей, которых лежали в больнице, и они писали, что ты такой даешь мотивацию. Много людей писали, что это мотивация для наших детей, потому что когда ты лечишься в больнице, ты выходишь из больницы, у тебя мир перевернут, ты не понимаешь, что происходит, ты уже не общаешься с ровесниками. Через это я все проходил. И они говорят, мы видим то, что ты делаешь, видим твою работу, и мы понимаем, что наши дети так же могут. Мощный заряд положительных эмоций и позитива в этот день получили все присутствующие. А для 10 участников этот день стал радостным вдвойне. Победители регионального этапа игр продолжат соревнования в Москве.